Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Демина. Мои коллеги познакомят вас с главными событиями из жизни родного города. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. В Заречном стартовал отопительный сезон. Правда, в первый же день тепло пришло не во все дома. Коммунальные службы заверяют граждан, поводов для беспокойства нет. Если у кого-то еще нет тепла, паниковать не стоит. Это, в принципе, рабочий процесс. Из-за воздушина где-то нужно запустить воздух, поэтому каждый стояк будет регулироваться. Учитель по призванию, заместитель начальника Зареченского департамента образования, вспоминает свои годы работы в школе. Я, работая с детьми, маленькими и взрослыми, поняла одно. С ними надо считаться, уважать их мнение. Лучшие на Олимпийском побережье. Воспитанники студии современной хореографии «Пространные танцы» вернулись с международного конкурса абсолютными победителями. Мы сначала не верили в это. Мы вообще орали, как ненормальные. Плакали некоторые. Ну вот сейчас потихонечку осознаем, что у нас Гран-при. Очередное ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло в Заречном. Накануне вечером легковой автомобиль сбил на дороге женщину. Авария произошла на пешеходном переходе в районе 20-го дома на улице Заречной. 64-летний водитель на ВАЗовской шестерке ехал с улицы Любовина в сторону Светлой. И на переходе через проезжую часть совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Водитель автомашины ВАЗ-2106 совершил наезд на пешехода в зоне действия пешеходного перехода. В результате пешеход был госпитализирован в медико-санитарную часть. По предварительным данным водитель без признаков алкогольного опьянения. Предварительный диагноз пострадавшей – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В отношении водителя сотрудниками полиции возбуждено дело об административном правонарушении. По статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью». Назначено расследование ДТП. С начала года на дорогах Заречного в авариях пострадали уже 35 человек. Этот случай стал десятым по счету наездом на пешехода. Новый случай вандализма в Заречном. В этот раз неизвестные посягнули на исторический памятник федерального значения. Разбита информационная надпись обозначения, установленная в августе на территории Ахунского городища. Это древнейшее поселение на территории современного Заречного. Археологические находки датируются вторым тысячелетиям до нашей эры. Эта табличка должна была напоминать жителям города о ценности этого объекта культурного наследия и уберечь городище от разрушения. Информационная надпись обозначения была единственной не только в Заречном и Пензенской области, но и во всем Приволжском федеральном округе. Мне как историку понятно одно, что до той поры, пока и дети, и взрослые не будут понимать истинную ценность тех объектов культурного наследия, которые расположены на территории нашего города, подобные случаи, наверное, будут происходить с пугающей периодичностью. И к другим событиям. Во всех зданиях Заречного теперь тепло. В детские сады, школы, учреждения дополнительного образования культуры и спорта отопление дали уже 30 сентября. 2 октября тепло пришло и в жилые дома. Весь день специалисты коммунальных служб подключали многоэтажки к системе отопления. С какими проблемами столкнулись коммунальные службы в первые дни отопительного сезона, узнала Елена Степкина. В квартирах горожан потеплело. В Заречном включили отопление. Потеплело немножко. Я пришла с работы, прям чувствуется, что атмосфера другая. Тепло. Тепло, прям уже заметно чувствуется. Я узнал об этом только вчера вечерком. Пришел и все, я смотрю, вот, отличненько. Да, уже тепло. Да, а то уже по год-то, блин, все, морозы. К подаче тепла в дома готовились. Неоднократно проводили гидравлические испытания системы, устраняли порывы. По данным руководства ЖСКХ, все дома готовы к отопительному сезону. Но без происшествий не обошлось. В ближайшие выходные сотрудники ЖСКХ отдыхать не будут. В городе включили отопление. В первый же день произошло несколько аварий и устранить их нужно в кратчайшие сроки. Жители дома 14 по проспекту 30-летия Победы остались без отопления. Как и во всем городе, батареи здесь нагрелись 2 октября. Но радиаторы были теплыми всего несколько часов. Потом отопление отключили. Как объяснили специалисты ЖСКХ, это вынужденная мера. В третьем подъезде прорвало трубу. Ремонт потребовал нескольких часов. И воды нет, и отопления нет. Но вчера в обед дали отопление. Потом пропало. Нормально, в принципе, терпимо еще. Сегодня вот камин не включал электрический ночью. Так вроде. Вчерашнего тепла хватило. Аварийные ситуации после включения отопления произошли еще в 10 домах. В течение дня специалисты разбирались в причинах и проводили ремонтные работы. Как только к системе отопления подключат все дома, рабочие ЖЭО приступят к устранению неполадок в тех квартирах, где батареи по различным причинам не прогрелись. Холод непомерный. Вот, знаете, ну чуть-чуть тепленько. И вот прям то, что не холодная батарея и все. Мы прям замерзаем, газ жгем. А зачем это надо? Под двумя одеялами спим. А каково здесь дети маленькие? У них, может быть, сверху идет теплее. У нас первый этаж, у нас холодно. Если у кого-то еще нет тепла, паниковать не стоит. Это, в принципе, рабочий процесс. Из-за воздушина где-то нужно спустить воздух. Поэтому каждый стояк будет регулироваться. Необходимо жителям обращаться в аварийную службу 60-34-34. Оставлять заявочку. И, соответственно, мы придем и все сделаем. По опыту прошлых лет, период пуска и наладки тепловых сетей занимает около 10 дней. И этого времени специалистам ЖСКХ хватает, чтобы включить систему отопления во всех квартирах. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В некоторых домах Заречного стало теплее еще до начала отопительного сезона. В городе завершается капитальный ремонт многоквартирных домов. До конца месяца подрядчики должны отремонтировать 8 кровель и 13 фасадов. Работы ведут в рамках исполнения 185-го федерального закона. Часть средств выделил фонд содействия реформированию ЖКХ. Еще часть предоставил городской бюджет, а остальные деньги собрали жители домов. О том, как идут работы, моему коллеге рассказал начальник отдела ЖКХ транспорта и связи городской администрации Илья Дильман. Какие-то дома у нас будут сданы раньше, чем 1 ноября, какие-то именно прям уже будем подходить ближе к 1 ноября и сдавать эти работы. Так вот дом у нас «Молодежные 3», которые, ну, самые, так скажем, быстрые работы, которые выполняются, мы думаем, что его сдадим раньше. Вот «Мира-88», дом, который за нами, эти работы, они уже будут ближе подвигаться к 1 ноября. Есть кровли, которые у нас уже практически сделаны. Тоже вот дома стоят у нас здесь рядом, «Мира-90». То есть там кровли уже на процентах 90 сделаны. Есть кровли те, которые еще только начинаются делать. Полностью интервью с Ильей Дильманом смотрите в программе за неделю в субботу в 19.30. Также репортеры будут готовы доказать зрителям, что с уходом на пенсию жизнь не заканчивается, и рассказать, как идет осенний призыв. Еще один репортаж авторы программы посвятили учителям, которые на этой неделе отмечают свой профессиональный праздник. Его в России отпразднуют в это воскресенье. Учитель – тот, кто встречает нас на пороге школы и ведет долгие годы. Ведет к знаниям, к пониманию человеческих ценностей, дает нам жизненные ориентиры. Учитель – это не профессия, это призвание и состояние души, уверена заместитель начальника Зареченского департамента образования Надежда Осипова. В канун Дня учителя с Надеждой Николаевной о работе и о миссии учителя побеседовала наш корреспондент. Надежда Николаевна Осипова помнит именно всех, кого учила за без малого четверть века. И твердо уверена – за все время работы в школе у нее никогда не было плохих учеников. Я, работая с детьми, маленькими и взрослыми, поняла одно – с ними надо считаться, уважать их мнение. Когда дети понимают, что они могут выступить учителем в чем-то для тебя, они счастливы, готовы с тобой покорять любые вершины. Ей дорого все, из чего состоит школьная жизнь. И дороги все, кто шел вместе с ней по этой жизни – ученики, их родители, коллеги. Наверное, настоящий учитель – это тот, кто равнолюбит и дело, и детей. Настоящий учитель – это тот, которому самому интересно, который понимает, что он тоже должен быть интересен. Надежда Николаевна признается, лидером быть не стремилась никогда, но волею судьбы постоянно приходилось и руководить, и вести за собой, и учить. Пройдя путь от вожатой в подшефном классе до заместителя начальника департамента образования, она ни на минуту не пожалела, что связала свою жизнь со школой. От того, кто выходит из стен школы, зависит в конечном счете судьба страны, города, по сути всего человечества. Да, потому что учитель, где бы он ни был учителем, он всегда бережно хранит вместе с учениками прошлое, живет в настоящем и формирует будущее. Надежда Николаевна давно уже не ведет уроков в школе, но даже занимая высокие должностные посты в зареченской системе образования, в душе она всегда остается верна профессии учителя. Я счастлива, что я работаю в образовании. Если бы пришлось начать заново, наверное, снова стала учительницей. Отрадно, что героине сюжета есть кому передать накопленный опыт. С каждым годом в образование приходят молодые специалисты. С одним из таких мы побеседуем сегодня в прямом эфире. К нам в студию придет учитель английского языка из 222-й школы Ольга Дементьева. Это будет после основного информационного блока, а пока к другим событиям. 4 октября в нашей стране отмечается День войск гражданской обороны МЧС Российской Федерации. В этот день, в 1932 году, постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР и утверждено положение о ней. Гражданская оборона сегодня обеспечивает безопасность страны и выполняет одну из важнейших функций государства. В Заречном решение вопросов гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций возложены на городское управление гражданской защиты. Как готовятся встретить свой профессиональный праздник сотрудники ОГЗ в следующем материале. Их служба, как поется в песне, на первый взгляд как будто не видна. Это и к лучшему признаются сотрудники управления гражданской защиты. Это значит, что в Заречном все спокойно. Но стоит только случиться беде, они первыми придут на помощь. Однако и в мирное время сотрудники службы гражданской обороны не сидят без дела. Разрабатывают планы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планы эвакуации мирного населения. Одним словом, готовятся к непредвиденным обстоятельствам. Помимо, скажем, планирующих документов, мы организуем проведение практических мероприятий с различными предприятиями, независимыми от форм собственности. За это тренировки, практические отработки действий, введение аварийно-спасательных работ на объектах. Все эти действия и координирует Дмитрий Киселев. Будь то разработка плана учений или же сама тренировка спасательных служб, он всегда в гуще событий. Дело привычное, признается Дмитрий, на службе в вооруженных силах занимался примерно тем же. Служил по контракту на Крайнем Севере до 2009 года. Пять лет назад вышел на пенсию по выслуге лет, а в 2010-м пришел в Зареченское управление гражданской защиты. Начинал с должности ведущего специалиста, затем был назначен на должность начальника группы по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ну и после оргштатных мероприятий произошло объединение двух групп, появилась служба гражданской защиты, которую я возглавил. Работа интересная, работа с людьми. Есть моменты, когда мы занимаемся периодом планирования, это тихо, спокойно, но в основном все на объектах экономики. Свой профессиональный праздник Дмитрий Киселев и его коллеги встретят на посту и во всеоружии. 4 октября пройдет третья всероссийская тренировка по гражданской обороне. Учения начнутся в 6 часов утра, но мирное население об этом даже не догадается. Все так, как и должно быть. Зареченцы занимаются своими делами, пока об их безопасности заботятся специалисты службы гражданской обороны. Светлана Демина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Газета «Заречий» сегодня вошла в топ-10 самых цитируемых СМИ Пензенской области. Об этом сообщила российская компания «Медиалогия», которая регулярно исследует средства массовой информации страны. По рейтингам, которые строятся на основе 20 тысяч источников, газета «Заречий» сегодня стала единственным СМИ «Заречного», вошедшим в рейтинг и обогнавшим многие популярные пензенские средства массовой информации. Как отметили сотрудники «Заречий» сегодня, попадание в десятку самых цитируемых СМИ – ожидаемый результат. За информацией в «Зареченскую прессу» обращаются не только областные агентства, но и многие федеральные каналы. На сегодняшний день «Заречий» сегодня – это не только газета, но целый информационный интернет-портал, объединяющий все сферы жизни «Заречного». Гран-при, два первых места, два приза за исполнение. Это исполнительское мастерство и награда за лучшую балетмейстерскую работу. Такой урожай привезли участники студии современной хореографии и пространные танцы из Сочи. Там прошел третий международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества на Олимпийском побережье. Домой зареченские танцоры привезли не только награды, но и массу впечатлений. Имя ребята поделились с Ксенией Тризной. К выступлению на третьем международном фестивале на Олимпийском побережье в Сочи пространные подготовились основательно. На суд жюри представили четыре танца. Танцы очень насыщенные. Был танец под названием «Вечерки». Там судьи все просто валялись от смеха. Всем очень понравилось. За этот веселый и зажигательный танец коллективу присудили первое место. Но ребята доказали, что умеют не только радоваться. Трогательный и драматичный танец «Письмо из детского дома» тоже заслужил высшие баллы жюри и золотой кубок. Хотя от природы радостным и подвижным детишкам этот номер дался нелегко. Веселый там прыгаешь, там скачешь, там, наверное, полегче будет. А там письмо, там, ну, гримас, там, надо погрустнее, там, строить. Даже в жизни, там, наверное, больше радуешься, тем и гордяешься. Но настоящие артисты ни за что не дадут увидеть публике свои проблемы. Рада и ее брат Данил были признаны лучшими исполнителями фестиваля. И все-таки письмо из детского дома, говорят все ребята, не самый трудный танец программы. Для меня был самый сложный – «Чистушки». Там техника очень, достаточно сложная. И артистизм должен быть на высоте. Для «Чистушек» выбрали очень сложную музыку. Исполнение требует от танцоров абсолютной синхронности, взаимопонимания и мышления на одной волне. Поэтому каждый элемент отрабатывали на репетициях десятки раз. Очень сложный у музыки ритм. Ее сложно слушать, он сбивчивый, совсем неровный. И ребята должны танцевать, основываясь не на музыке, а на внутреннем чувстве друг друга, на внутреннем счете. Но долгие часы, проведенные в репетиционном зале, не были потрачены впустую. «Чистушки» стали лучшей балетмейстерской работой фестиваля. А в довершение всего зареченским танцорам присудили гран-при конкурса. Мы сначала не верили в это, мы вообще орали, как ненормальные. Плакали некоторые. Ну вот сейчас потихонечку осознаем, что у нас гран-при. Расслабляться не стоит. Такое высокое звание нужно постоянно подтверждать. Поэтому ребята продолжают тренироваться и репетировать. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Городские творческие коллективы приглашают зареченцев на благотворительный концерт. В это воскресенье, 5 октября, на сцене детской школы искусств «Флат» выступят вокальные группы, ансамбли, танцевальные коллективы и юморные КВНщики. Своим творчеством артисты хотят помочь брошенным животным. Стоимость билета символическая, всего 10 рублей. По планам организаторов в фойе «Дыши и лад» будут расставлены ящики для сбора пожертвований. Все собранные средства пойдут на строительство пункта передержки для бездомных животных. Начало концерта в 18 часов. Мы сначала решили организовать чисто концерт, простой концерт, потом как-то пришла идея в голову сделать благотворительный концерт, то есть пожертвенным бездомным животным. У нас будет жанр рок, поп, рэп, а также танцы и, возможно, КВН. Определен соперник Союза на предстоящий матч в рамках 1-16 финала Кубка России по баскетболу. Во втором отборочном туре баскетболистам Заречного предстоит бороться за победу с игроками московской МБА. С этой командой Союз встречался в прошлом сезоне в полуфинале Высшей лиги чемпионата России. В первой встрече на своей площадке наши баскетболисты одержали уверенную победу, выиграв 23 очка. Но в двух последующих матчах, которые проходили в Москве, Союз уступил. В первой встрече команда Заречного проиграла 3 очка, во второй – 9. Все три игры были напряженными и непростыми. Команды сражались за каждый мяч. Много и грубо фалили. Во время последней встречи был серьезно травмирован один из ведущих игроков Союза. В прошлом сезоне сборная МБА заняла второе место в Высшей лиге чемпионата России. В этом московская команда выступает в Суперлиге. Встречаться на площадке Союз и МБА будут только в рамках игр Кубка России. Нашим баскетболистам предстоит сначала сыграть на своей площадке, потом в гостях. Первый матч состоится в Заречном 9 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». Начало в 18.00. Болеем за наших. Мы прервемся на рекламу, а сразу после нее встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. С 22 сентября по 20 октября 2014 года в Пензенской области под эгидой прокуратуры и правительского региона проводится областной антинаркотический месячник. Сурский край без наркотиков. Защити себя и своих близких. Не будь равнодушным. Сообщи, где распространяют и употребляют наркотики. Собираются наркоманы. Звони 523-523. Анонимность гарантируется. Два по цене одного. В универсамах и гипермаркетах «Магнит». Кетчуп «Балтимор», конфеты «Родные просторы» и многое другое. «Магнит». 20 лет с вами. Новый день в телевизионном эфире ЗТВ начинается с программы «Доброе утро, Заречный». Встречайте солнце в компании веселых и общительных друзей. Смотрите нас с понедельника по субботу. И знайте, утро для вас всегда будет добрым, если вы просыпаетесь вместе с программой «Доброе утро, Заречный». Субтитры подогнал «Симон» Новости Заречного снова в эфире. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят учителя. Недаром говорят, что учитель – это скорее призвание, нежели профессия. Какими качествами должен обладать настоящий педагог и почему многие работе в школе посвящают всю свою жизнь. Об этом и не только мы поговорим с молодым представителем профессии, учителем английского языка 222-й школы Ольгой Дементьевой. Добрый вечер, Ольга Олеговна. Здравствуйте. Ну, расскажите, почему все-таки решили стать учителем и как приняли такое решение? Стать учителем решила, потому что до сих пор стоит перед глазами образ своего первого учителя – Созновой Татьяны Евгеньевны. Я помню наши уроки до сих пор, и я всегда хотела стать таким же добрым, в меру строгим профессиональным учителем. Почему именно в школу решили пойти работать? Не в дополнительное образование, например, не в детский сад, в дошкольное образование, а именно в школу? Школа – это какое-то особенное такое место, которое вот затягивает. Пришла туда на практику и решила, что я обязательно вернусь. То есть понравилось непосредственно работать с детьми? Да. Понравилось работать с детьми, понравилось руководство школы. Я была именно в 222-й школе на практике. Поэтому так вот сложилось, что я туда вернулась сразу после института. Почему именно английский язык выбрали как специальность? Вы же учитель английского языка в 222-й школе. Всегда нравились языки. Всегда нравился русский язык. Ну и английский так сложилось, что хорошо получался в школе. Понимала, что за английским языком будущее. Поэтому выбрала эту профессию для себя. Как давно работаете в 222-й школе учителем? Год. Пошел второй год. Пошел второй год. То есть совсем немного? Да. Ну, а насколько быстро успели влиться в коллектив, нашли общий язык с детьми? С детьми нашла язык быстро. Потому что они очень любят, когда им улыбаются. Они любят, когда им доверяют, когда их уважают. В школе работает очень много молодых специалистов. Поэтому и с коллективом нашла язык очень быстро. Ольга Олеговна, по вашему мнению, что главное в профессии учителя? И можно ли ее, кстати, назвать профессией именно? Вы как к этому относитесь? Да, это профессия. Но профессия, скорее всего, призвание. Потому что без искренней любви к детям и к своей работе, к каждодневному труду, результат не добьешься. И, конечно же, это, прежде всего, большой труд. Но труд, который приносит удовольствие. Потому что, когда видишь улыбку на глазах детей, когда дети благодарят за урок и желают хорошего дня, это дорогого стоит. Но труд на самом деле не маленький. Это и продумать план урока, и придумать, чем, как занять детей, как-то повзаимодействовать с родителями, если у них есть какие-то вопросы. Вот что самое сложное для вас на данный момент в работе учителя? Самое сложное – это найти время для всего. И для подготовки, и для самообразования. Потому что все вокруг нас меняется с такой скоростью, что нужно всегда уделять какое-то время для того, чтобы быть компетентным специалистом. Потому что дети знают очень много, и опыт группы всегда больше опыта одного человека. Каждый день черпаешь для себя что-то новое. А учитель должен все-таки быть немножечко выше для того, чтобы детишки за ним стремились вверх, росли. Ольга Олеговна, а вы помните свой первый день в школе, когда вы только пришли, когда вас представили новому классу, как нового учителя английского языка? Как это было? Какие эмоции тогда и чувства испытывали? Я помню прекрасно этот день. Я его не забуду никогда. Это было очень волнительно. Я очень переживала, как меня воспринимут ребята, которые не намного младше меня, которые на три головы меня выше. Я за это очень переживала. Но сложились у нас очень хорошие, во-первых, дружеские отношения. Во-вторых, я увидела в них тягу к английскому языку, потому что современным детям не нужно объяснять, что английский язык все-таки много, большое значение играет в современной жизни. Я увидела в них стремление что-то от меня узнать. И, конечно, я с удовольствием каждый день сообщаю новые знания. Только со старшеклассниками работаете? Старшеклассников обучаете или среднее звено, младшее звено тоже? Веселее с малышами, конечно. С малышами веселее, интереснее. Среднее звено вообще уникальное, потому что они вроде бы как бы маленькие, но каждый урок выдают что-то такое, просто невероятные какие-то новые мысли, новые идеи. Я обязательно их записываю себе и на следующий урок уже прихожу как бы более подкованный. А старшие классы, бывает, задают такие вопросы, на которые нужно сначала подумать, прежде чем ответить. И это, конечно, очень здорово саморазвивает, очень здорово подстегивает, чтобы все больше и больше готовиться к уроку. Ну вот как раз-таки о развитии, о саморазвитии. Вот какие дальнейшие планы у вас? Ваша же, скажем так, карьера в качестве учителя-педагога только началась, по сути дела. Какие планы на будущее? Каких свершений, каких высот, может быть, хочется достичь на этом поприще? Ну, во-первых, хотелось бы достичь профессионализма такого, как, вот я говорю, у меня есть учитель Сознова Татьяна Евгеньевна, мой талон. Хотелось бы максимально приблизиться к этому, хотя это, конечно, будет очень сложно. И на профессиональном поприще хотелось бы сдать международные экзамены, получить международные сертификаты, которые подтверждают уже профессиональное владение языком. Ольга Олеговна, ну, близится, буквально в воскресенье уже будет День Учителя. Как проведете этот праздник, как будете его отмечать? Проведу исключительно в кругу семьи, потому что уже много звонков, и все хотят поздравить. Видимся все редко, поэтому только в кругу семьи. А коллег поздравлю по телефону. Ну и мне разрешите вас тоже поздравить с вашим профессиональным праздником. Удачи вам и всего самого наилучшего. Пусть ученики вас понимают, любят и уважают. Спасибо большое. Спасибо. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Заречный». Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Лови момент. Только до 20 октября. Супер цена. Окно под ключ всего 8100 рублей. Отлив, подоконник, внутренние откосы. Беспроцентная рассрочка. Честная гарантия – 5 лет. Телефон 232-232. С компанией «Ремстрой». Продолжение следует. Продолжение следует.